Всем привет, дорогие мои! Два часа дня, я в пижаме. А это значит, что что я буду делать? Нет, не танцевать, нет, не заниматься спортом, хотя всё это я могу делать и в пижаме. Я буду сегодня готовить. Много почитала ваших прекрасных отзывов о моей готовке, много почитала всякого. И хочу вам сказать, ребята, знаете, я делюсь своими рецептами, я делюсь своей жизнью. Вы обязаны просто меня благодарить, понимаете? Потому что благодарность – это самое крутое, что может быть в жизни. Если вы будете благодарить жизнь за то, что она вам даёт, жизнь будет с удовольствием давать вам больше. Если вы будете благодарить людей, которые что-то для вас делают, они с удовольствием будут дальше продолжать. Потому что читать о том, что мои волосы распущены, и это плохо. Да, но это моя кухня и моя еда. И мне потом вытягивать из горла эти волосы, не вам. Если у меня на кухне бардак, то и мне его убирать. Я же вас не прошу прийти и поубирать. Поэтому, пожалуйста, ребята, я хочу, чтобы после моих видео вы меня благодарили за то, что я делюсь с вами своим временем, своей жизнью. Если вы не хотите, чтобы я делилась, мы живём в великолепное время свободы выбора. Вы можете всегда пройти и отписаться, а не ходить, как утка по газону и насирать тут. Поэтому добрый день, мои хорошие, добрые, прекрасные, а главное – благодарные фолловеры. Сегодня я хочу показать вам, как я готовлю зелёный борщ. Я считаю, что это самое вкусное весеннее блюдо. Ничего не может быть лучше зелёного борща. Я готовлю его постным. Для этого вам не нужно мясо. Из животных продуктов там только яйца. Я использую перепелиные, поскольку у меня есть перепелки. Но если у вас нет, вы можете купить просто куриных и порезать их кубиками. Сейчас я вам покажу, что будет входить в мой зелёный борщ. Но по случаю того, что у меня завелись классные соседи, меня угостили сырой, только что выловленной рыбкой-дунайкой. Знаете, у неё сейчас оказывается сезон. Это из Одессы привезли. Вот. И по случаю я хочу её засолить. Поэтому я сегодня засолю рыбу в домашних условиях, сделаю селёдочку, чтобы потом её можно было кушать с водочкой или с чем вы там хотите. Вот. И сделаю свой фирменный зелёный борщ, который мы готовим всегда, только когда приходит весна и вылазит новая зелёная вкусная хрустящая зелень. Итак, для того, чтобы готовить мой зелёный борщ, я покажу вам ингредиенты. Итак, я нарвала крапивы, видите, зелёный лук, яйца перепелиные, селёдка-дунайка, белое сухое вино, морковь, лук, укроп, а также мой сорванный с огорода свежайший шпинат и свежайший щавель. Всё! Вам ещё нужен будет чёрный перец, соль, больше ничего. Никакого мяса я никогда не бросаю. Так, поэтому сейчас я поверну эту всю историю, и мы начнём готовить. Так, вы спросите, зачем белое вино. Скажу я вам за тем, чтобы можно было немножечко в весёлом, хорошем настроении готовить наше блюдо. Супер! Ну что, поехали! Что мне для этого нужно? Возьмите, пожалуйста, закипятите две кастрюли воды. Показываю вам, как это происходит. Как это происходит. Вот у меня здесь кипит вода, и здесь у меня кипит вода. Так, здесь я буду готовить борщ, а здесь я буду готовить рассол для сельди. Что мне нужно бросить в рассол для сельди? В кипящую воду кидаем чёрный перец горошком. А чё туда? Я хочу сюда. А? Не, нормально. Чёрный перец горошком. Вот так прям много я кидаю. Чёрный перец душистый. Лавровый лист. У меня есть ещё сухой розмарин. Я его кину. Почему бы мне его не кинуть? И, конечно же, здесь у меня литр воды. На литр воды мне нужно... Катечка, подержите, пожалуйста. Вот так вот снимайте. На литр воды... Можете меня снимать, да. На литр воды мне нужен 3 столовых ложки соли. Раз, два, три. И мне нужна примерно чайная ложка сахара, для того, чтобы немножко выровнять вкус. Сладость обязательно нужна в селёдочке. И у меня всё это дело должно прокипеть минутки 3. Вот так. Я всё растворяю. Так. И накрываю крышкой. Смотрите, какой у меня вышел красивый рассол. Вот тут я буду солить свою дунаечку. Так. В кипящую воду... Давайте, снимайте вот тут вот сбоку, становитесь. Так. В кипящую воду я сейчас брошу целую луковицу. Оп! Я брошу порезанную кубиками морковочку. Так. И я порежу картошку. Картошку я люблю на борщик резать помельче. Вот такими прекрасными кубичками. Ну, не совсем это помельче. Ну, вот так вот я люблю. Почему я готовлю его постным? Потому что это очень классный и диетический суп. Я его могу есть 50 раз в день. Во-первых, от него никто не поправится. Во-вторых, он очень вкусный. И, конечно же, в нём куча витаминов. Вот так вот. Так. Картошки берите по вкусу. Если вам нравится много картошки, бросайте много. Если вам нравится чуть-чуть картошки, бросайте чуть-чуть. Я привыкла этот борщ есть без хлеба, со сметаной и в прикуску с вот таким роскошным зелёным луком. Зелёный лук в соль. И это невероятно круто. Весна, такое прекрасное время, именно для зелёного борща. В кипящую воду, туда, куда я кинула целую луковицу. Картошку. Всё. Я это всё дело накрываю. И оно будет готовиться у меня 20 минут. До полного... До полного приготовления картошки. Потому что то, что будет происходить потом, будет происходить очень быстро. Значит, сейчас мне что нужно? Я сейчас хочу мелко порезать крапиву. Крапиву я нарвала в лесу у себя. Она колыться. И тому я попрошу свою Катю, помощницу, и поризоты. Чтобы вы в очередной раз в своих хейтерских комментариях написали, что я белоручка и угнетательница рабочего класса. Вперёд! Просто Катя, она не боится. А я очень боюсь. Она меня поколет. Я в этот момент порежу щавель и порежу шпинат. Трошки вот тут грязные, бачи-то я кей. В болоте. Так, показываю, как Катя режет, как я издеваюсь над своей Катей-помощницей и заставляю её живыми ручками резать крапиву. А вам больно, Катя? Не? А чего? Там грубо шкура на боках. Да не, она просто, мне кажется, жалится только когда растёт. Правда? Ну, короче, я себя так успокоила, что Кате не больно. Так, Оленька, не слушай завистников, вы классная. Да я знаю всё про себя. Значит, когда у нас рассол должен покипеть, минуты 3-4. Потом мы его снимем и остудим, потому что селёдку мы будем заливать холодным рассолом. И положим эту селёдку на 48 часов в холодильник. А через 2 дня я её порежу и покажу, какая красота. Всё, с селёдкой всё. Это весь рецепт, больше ничего мы делать не будем. Теперь я сейчас порежу этот прекрасный шпинатик. Шпинат уродился. Посмотрите, какие красивые, здоровенные лопухи у меня родились. Представляете? Это очень круто. Вообще, на самом деле, если у вас есть хотя бы маленький клаптик земельки, даже на балконе используйте его. У меня бабушка, у меня была одна бабушка городская, а одна сельская. Так вот, у той бабушки, у которой городской, у неё была оранжерея именно на балконе. Она выращивала даже, такое называлось у неё, балконное чудо, были такие маленькие помидорки. Я помню, что всё лето мы там собирали эти помидорки, их там так много было у неё. Так, ой-ой-ой-ой, паук. Паук, 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 паук. Паук. Это хорошо, это будет. Итак, смотрите, как я нарезаю красиво. Вот такими вот, не очень тонко. Я не люблю, когда тонко. Я люблю, когда шпинат и щавель вот так вот нарезаны такими толстыми полосками. Я люблю, когда вот так вот на ложку набираешь эту зелень. Она такая сочная, роскошная. Сейчас вам сдам один абсолютно несомненный лайфхак для шпината. Чтобы он у вас в борще не потерял цвет и борщ был красивый и зелёный, вы должны взять лимон и полить шпинат лимоном. Поняли? Чтобы он не потерял цвет. Это важно. Потому что, если вы этого не сделаете, такой будет зелёный борщ. Не зелёный, а такой бурый. А я люблю, когда он такой зелёный-призелёный. Так. Отлично. Теперь я опять поливаю его. Заодно лимончик даст мне кислоты чуть-чуть в мой борщик. И будет очень-очень круто. Так. Теперь я всё то же самое делаю со щавлем. Щавель можно порезать чуть-чуть мельче, чем шпинат. Но тоже не сильно. Вот так прекрасно. Его можно не поливать, потому что он всё равно. Он сам кислый, и он всё равно и сам потеряет цвет. Вот так. Хопочки. Хопочки. Вот у меня ещё остался щавель. Я люблю, когда зелёный борщ очень густой. Поэтому я смело прям много щавля туда бросаю. Потому что я вот люблю больше всего именно не щавель, извините, а шпината. Я люблю его вот много прям, чтобы было его. Чтобы прям на ложку, чтобы ложка стояла там. Если вы любите пожиже, делайте пожиже. Но я вам прям советую делать погуще. Потому что весной это очень-очень вкусно. Вот у меня остался лимон. Я поливаю свой шпинат. Вот так вот. И кладу сюда, чтобы у меня уже всё было готово. Так, дорогие мои, пока у меня варится картошка, пока у меня варится... Пока у меня варится... Я беру сковородку. Ставлю я сковородку на газ. Пока у меня есть время. Разогревается сковородка. Я натру немножко морковки. И нарежу мелко лук. Но поскольку у меня есть Катечка, которую я всячески угнетаю. Вот. Она мне нарезала вот так вот меленько луковицу. Вот. Я сейчас натру морковочку. Это для того, чтобы мой супчик был такой с жёлтыми вкраплениями. Если вы не любите морковку, не нарезайте. Но я люблю. Тем более для такого прекрасного весеннего супа. Натёрла морковочку. И сейчас я буду всё это пассеровать на газу. Ага, хорошо. Окей. Так, видите? Вот здесь вот у меня... Катюшечка, поснимайте меня, пожалуйста. Так, вот у меня здесь... Ага. А я вам переверну. Переворачивайте. Всё. На себя, на себя. Ага. Вот так. Так, смотрите. Наливаю растительное маслице. Налила. Здесь у меня... Что у меня здесь? А где наш рассол? Мы его не остужаем, не пока? Нет. Хорошо, хорошо, хорошо. Холодня миска поставила. Хорошо. Так. Я на хорошо раскалённую эту... Как это называется? Сковородочку. Сейчас положу лук. Вот так. И немножечко его зазолочу. Он у меня хорошенько попассируется. Не сильно. Я не люблю сильную зажарку. Немножечко до золотистого цвета. И сюда же я потом... Вот это и весь жир, который у меня будет в борще. Больше никакого жира я не добавляю. Можно для запаха и вкуса кинуть немножечко ещё сливочного масла. Но я, пожалуй, это сделаю. Чё бы нам на карантине себя не баловать. Правда? Не идите за мной. Оля, на столе. Оля, на столе. На столе. На столе. Хорошо. Всё. И пока у меня жарится лук, я мелко нарежу целую гору лука зелёного. Я его обожаю. И я его бросаю в борщ прям много. И ещё укроп я порежу. Давайте поснимаем, как я это всё режу. А то всё время мне пишут про то, что я ничего сама не умею. И всё на меня делают слуги. И я белоручка. И вообще сидят эти тётки злющие и строчат свои комменты, вместо того, чтобы пойти дать любимому мужу. И может тогда настроение подымется. Девчонки, лайфхак. А если не можете расслабиться, так выпейте винишко сухенького. Сорта Шардоне. Прекрасная винишко. Немножечко кисленькая. Немножечко с горечью. Но говорят опытные сомелье, что с зелёным борщом, который сам по себе является кислым, эта кислинка уйдёт. Потому что вино раскрывается и меняет свой вкус в зависимости от того, с какими продуктами вы его употребляете. Поэтому мы сегодня, вот я попробовала венцо, венцо попробовала до зелёного борща, а потом попробую вино с зелёным борщом. И скажу вам, как было вкуснее. Ребята, здесь я пассерую, видите, вот так вот. Жарится у меня всё это хорошенько. Отлично. Так. Отлично. Супер-пупер. Ну что, у нас жарится пока всё это дело. Пассеруется моя зажарка для зелёного борща. Ой, ой, я чуть только что не отключила прямой эфир, представляете? Ужас. Я смотрю, что нас смотрят одновременно 3000 человек. Значит, моя готовка доставляет вам удовольствие. Что я сделаю сейчас с этими прекрасными яичками? Они просто прекрасные. Я их не буду резать до конца. Я их порежу только наполовиночки. Смотрите. Вот так. Оп. И вот такие красивые глазки я оставлю. Вот так. Лучше, чтобы желточек, конечно, остался там. Поэтому лайфхак для того, как резать яйца. Девчонки, смачивайте нож. Если у вас будет мокрый нож, желточек не будет приставать. Опачки. И вот так вот можно его придерживать и вынимать ножик изнутри. Видите? Опа. Видите? И тогда у вас желточек остается на месте. Прижимаете яичко и ножик вытягиваете из прижатого яйца. И тогда будет красивый, ровный, разрезанный желточек. И ваш борщик будет вообще роскошного вида и вкуса. Так. Катечка, помешайте трошечки мою зажарочку. Так. Все. Это мы нарежем. Итак, что у меня, дорогие мои, получилось? Что у меня получилось? Что случилось? Так. Что у меня получилось? У меня здесь нарезанный шпинат, нарезанный щавель, нарезанный лук, нарезанные яйца. Так. У меня нарезанная крапивка. И у меня еще есть, конечно же, укропчик, который я сейчас порежу. Что мы делаем? Я дожариваю. У меня уже практически зажарка готова. Я не буду ее сильно зажаривать, потому что я люблю, чтобы было, ну, типа диетическое. Хотя, почему оно не диетическое? Это не зажаренное, это просто попассированное. Я думаю, достаточно, да? Вот. Поэтому я сейчас это все дело. Прямо вот так вот красиво, одной рукой. Видите? Вот так вот сгрубила все в свою прекрасную кастрюлю. Надо долить воды, дорогие мои, потому что здесь воды маловато. Я вот так вот долью водички. Водички долила. Все, мне достаточно. И, конечно же, я хочу эту прекрасную субстанцию сейчас посолить. Думаю, что ложки соли мне будет достаточно. Так, а ну, пробуем. Алиска, иди сюда. Нет, фубе. Фубе. Вот так вот она относится к моим эфирам. Понимаете? Как некоторые из вас к моей готовке. Так, ну что? Это круто. Все. Что мне осталось? Мне осталось совсем чуть-чуть. Давайте, может быть, я покажу. Принесите, пожалуйста, рассольчик. Вот он, да? Вот он. Отлично. Смотрите, девчонки, как у меня натянулось рассол. Вот этот рассол мне нужно остудить до холодного состояния и в него погрузить мою рыбу. Сейчас я покажу, как. Не горячую, главное, а просто вот так вот берете и погружаете рыбу, чтобы рассол покрыл рыбу. Если у вас мало воды, можете сделать больше рассола, а можете просто положить под гнет, чем-то придавить и все, и поставить эту всю историю на 48 часов. Вот. Пока у меня варится здесь мой прекрасный борщ, я порежу еще укропчика. Да и все, в принципе. И конец, и у меня уже все готово. И сейчас я буду его украшать. Борщ. Запах какой. Да, Владик кричит, что еще очень хорошо пахнет. И это правда. Твой запах, что у меня слюна выделяется. Ой, ну-то смотри, там не запачкай диван белый. Своей слюной. Так, а что Алисочка кушает? Воруют у меня яйца? Да. Почему ты такая воровочка, а? Мам. А? Какие яйца? Перепелиные. А я думала. Куриные? Нет. Алиса, ты знаешь, сейчас люди подумают, что ты какая-то странная девочка. А ты же не странная, ты просто... Она прикольная. А ты прикольная. Да, все. И мелко-мелко-мелко-мелко я сейчас порежу укропчик. Это я вам тоже сейчас сниму. Сниму. Больше будет прямо сейчас, Вадича. Можно будет попробовать? Да, можно будет попробовать. Вот так чуть-чуть я... Вот, сейчас покажу. Вот. Смотрите, попки я отрезаю, убираю. И вот так вот. Прекрасно. Мелко нарезаю. Выключите, пожалуйста, чуть-чуть шуметь. Так. А что вы хотите? Еще воды мне дать? Не, я вдруг думаю. Не, не надо, не надо. Все. У меня все готово. Я сейчас пробую, как вам нужно понять, когда бросать щавель и шпинат. И крапиву. Когда будет полностью готова ваша картошка. Картошка готова, ребята. Я вынимаю вот эту... Ребята, ребята, ребята. Вот правда. Уходите. Я вынимаю из... Вот эту свою целую луковицу. Так. Вынимаю. И все быстро бросаю. Чуть-чуть я все-таки хочу выдавить еще сюда лимона. Чтобы у меня чуть-чуть был кислый рассол. Сначала я бросаю шпинат в этот. В остальной очереди. Шпинат в остальной очереди, говорит Катя. Значит, вначале мы бросим крапиву. Потому что она жестче всего. Смотрите. Смотрите. Крапиву я бросила. Вот так. Теперь я бросила щавель. Смотрите. Щавель я бросила. Вот так. Все-таки дайте мне немножечко водички. И в самую последнюю очередь я бросила. Она холодная, нет? Короче. Ага. Отлично. В самую последнюю очередь я бросаю шпинат. Катечка, снимите вот так вот меня. Дайте я переверну. Все. Смотрите, ребята, 25 всего. Оля, шалук и весь. Да, 25 минут всего. Вы не перевернули, Оля, мэны. Все, я перевернула. Оля, мэны. Самую последнюю очередь мы бросаем шпинат. Вот так вот. Смотрите, ребятки. Бросаем шпинат. Ждем, пока он немножечко уварится. Чуть-чуть. Бросаем зеленый лук сразу же сюда же. Так. Бросаем укроп. Ждем, чтобы оно только закипело. Ребята, и сразу его выключаем. Это очень важно. Потому что если вы его накроете крышкой сейчас, он потемнеет и будет некрасивый. Но если вы его не будете накрывать крышкой, а просто закипятите, то это будет прям прекрасно. Яйца я бросаю каждому в тарелку, чтобы они не делали такой мутный этот борщ. Но вы можете бросить сразу прямо туда. Все. Не накрывая крышкой. Это важно. Смотрите, дорогие мои, какой он вышел красивый. Видите? Потому что я не накрывала крышкой. Все. Он больше не потемнеет. Прям самой захотелось. Делайте, девчонки. Это так вкусно. Прям вообще. Невероятно. Все. Я бы, если честно, его бы и не ждала бы, чтобы он закипел. Отлично. Все. У меня это готово. Надо попробовать приготовить. Сейчас я налью это очень красиво в тарелку. Засервирую. И поскольку я приготовила, исправилась со своим заданием меньше, чем за час, то я все это буду делать прямо сейчас. Катюшечка, тогда мне трошечки помогите вот здесь вот. Чтобы у меня было чистенько. Чтобы эти горе хозяйки перестали мне рассказывать, какая я ужасная засорашка. Засорашка. Так я же на своей кухне засорашка. И муж со мной живет с такой засорашкой. И дети меня любят такую засорашку. Так зачем же моим родственникам другая, если они любят меня, милую и любимую засорашку? Так. Чтобы красиво сервировать, я беру тарелку вот такую. Потом я беру тарелку вот такую глубокую. И ставлю одну на вторую. Так. Чуть-чуть поправляю свой штатив. Вон, если честно, у меня рагульный, калечный. Поэтому чуть-чуть не выходит. Беру ложку. Где? А, отлично. Отлично. И набираю борщик. Боже, какой он красивый. Какой он красивый. И очень густой. Такой, как я люблю. Я почему-то люблю именно густой, красивый борщ. Не люблю, когда он жидкий. Но, ребята, хочу вам сказать. Для верности и улучшайзинга вкуса, ваш борщик должен чуть-чуть настояться. Вот в горячем, ненакрытом состоянии, хотя бы минут 20. Но я не могу ждать, потому что муж кричит, что хочет кушать. Катечка, дайте ложечку сметанки. Вот так вот я яичками это все украшу. Можно побольше, кто любит побольше. Ну, я положу пока 4, а вы, конечно, положите столько, сколько хотите. Ма, еще и наша сметанка. Вот Катюша срубила на сепараторе сметану из козьего молока. Посмотрите, как она тянется. Посмотрите, какая она прекрасная. Вот сюда, прямо в центр. Я положу красивую кавелочек сметанки. Вот так. Опа. И, конечно же, если бы у меня был хоть маленький. А я розмаринчика сорву. И украстье, конечно же, укропчиком. Прямо вот так вот. Ну, смотрите, какая красота. Я возьму специально для этого, по этому случаю, серебряную ложку. Ну что? Боже. Это офигенно. Можно еще немножечко бросить было и лимончика. Ну, это уже, смотрите, регулируйте сами по вкусу. Коля, видишь, что есть ли? Угу. Ммм. Он еще просто не настоялся. Вот подсказывает мне Катя и правильно делает. Ммм. Ммм. Дорогие мои. И, конечно же, свинишка. Ммм. Как и говорил Сомелье, действительно, когда пьешь сухое вино с зеленым борщом, оно становится слаще, открываются фруктовые нотки. Поэтому, приятного аппетита, хорошего настроения и всего самого хорошего. Ребятки, не забывайте благодарить за мои рецепты, за мой труд. Потому что я дико вам благодарна за то, что вы меня смотрите. Спасибо большое. До встречи! Так, вот моя рыбочка Дунайка. Вот у меня уже холодный рассол. Заливаю так, чтобы рассол полностью покрыл рыбу. Закрываю и на 48 часов в холодильник.